Приветствую. Нападение России на Украину, если помните, сопровождалось риторикой, что, мол, у нас не было выбора. Если бы не мы, то напали бы на нас. И не Украина, а грозный Запад, как некий наш собирательный исторический оппонент. Сам этот тезис «Запад хочет захватить Россию» вдалбливается пропагандой уже много лет. В этих четырех словах на самом деле намешано сразу столько всего, что и распутывать придется не спеша, шаг за шагом. Пропаганда говорит о Западе так, как будто мир в самом деле делится на две части – Россию и все остальное, некую условную заграницу. По эту сторону границы мы, по ту – они. Причем они враждебные и организованные. Конечно, это звучит абсурдно для каждого, кто не прогуливал географию в школе. Но пропагандисты ведь обращаются не к разуму, а к эмоциям и страхам, для которых такая картинка просто как родная. Она отсылает к тем временам, когда наши предки ютились у костров, где было тепло, светло и безопасно, а вокруг возвышался темный лес и бродили хищники. Именно этот первобытный страх и продает нам пропаганда. На самом деле, конечно, не существует никакого цельного Запада. И даже блок НАТО, которым ежедневно пугают взрослых перед сном, очень разнородный по своему составу. Три десятка стран, в числе которых и островная Исландия, и расслабленная Греция, и морозная Канада, и жаркая Турция, и пять десятков штатов Америки, каждый из которых тоже вполне себе самостоятельное государство. Если вы хоть раз пытались организовать хотя бы собрание жильцов, не говоря уже о чем-то покрупнее, то прекрасно знаете, что в таких системах не бывает никакой единой воли. Она существует только в перепуганном, параноидальном сознании, но никак не в реальности. Эту реальность полезно раз за разом себя возвращать. Теперь давайте зайдем с другой стороны. Почему Россия? Почему этот условный Запад якобы спит и видит, как бы захватить именно Россию? Почему не какую-нибудь Индию? Почему не Австралию? Тут у пропагандистов есть готовый ответ. Да потому что Россия самая большая, самая богатая. У нас тут и нефть, и газ, и уголь, и вся таблица Менделеева. Одна шестая, или какая уже там часть суши. В общем, самый лакомый кусок для злобных геополитических интриганов. Что ж, продолжим возвращаться в реальность. Россия занимает 11,5% суши. Это действительно самая большая страна в мире. Тут пропаганда не врет. Но забывает добавить, что большая часть этих бескрайних земель практически необитаема. Плотность населения половины страны не дотягивает и до двух жителей на квадратный километр. А больше 20 жителей на километр, что тоже немного, мы встретим на одной десятой нашей территории. Не помогли ни зарубежные инвесторы, ни разрекламированный дальневосточный гектар. По Свойной площади мы не крупнее какой-нибудь Мексики, перепроверьте, если хотите. Вот тут кто-то наверняка возразил. Ведь главные не жители, а ресурсы. Наши ископаемые, которые так и хочет прибрать к рукам коварный враг. Страну захватить, население поработить, а самому знай только копать наши необъятные недра. Давайте разберемся и с этим. И сразу вопрос к вам. Кто, кстати, мировой лидер по запасам нефти? Думаете, Россия? А вот и нет. Маленькая Венесуэла. А за ней Саудовская Аравия, Иран, Ирак. Россия в этом списке не входит даже в пятер. Хаменный уголь и антрацит? Тут лидируют США и Китай. Уран, Австралия, железо? Ну да, тут на первом месте Россия, но почти наравне с Бразилией. Спору нет. Недра у нас богатые, можно вспомнить и природный, газ и никель. И лес, наконец, по которым Россия уверенно удерживает первые строчки. Но если судить трезво, наше положение в мире по запасам ресурсов не какое-то исключительное. Есть у кого лучше, есть у кого хуже. Это можно прикинуть и численно, ведь доходы от всех добываемых полезных ископаемых являются частью ВВП, валового внутреннего продукта. У России он около полутора триллионов долларов. Много это или мало? Если сравнивать, то это примерно три Бельгии, или две Швейцарии, или одна Бразилия, половинка Германии, или треть Японии. А с Китаем или США даже сравнивать нечего, потеряемся в погрешности. Реальная картина такова. ВВП России составляет меньше 2% от мирового. И это вместе со всеми нашими энергоносителями, лесом, металлами и минералами. В этом нет ничего удивительного. Мировая экономика вообще все меньше завязана на ресурсы, уж тем более на территории. Весь годовой ВВП России чуть меньше стоимости только одной компании Амазон. А Гугл, Майкрософт и Эппл стоят еще дороже. Постиндустриальный мир, в котором мы с вами живем, это мир человеческого капитала, услуг и технологий. Именно они создают в нем основные богатства. Ну и напоследок. В нашей недавней истории ведь был момент, когда напасть на Россию и захватить ее было просто как никогда. Самое начало 90-х. Советская экономика уже бьется в предсмертных конвульсиях. Армия развалена и разворована. Впереди реально маячит голод. Казалось бы, приходи и бери голыми руками. Вводи войска. Поднимай самолеты. И самолеты, между прочим, действительно взлетели. Сотни бортов из той самой Америки, которую сегодня упорно изображают врагом. Вот только везли они не бомбы и не хваленных морских котиков, а ножки Буша. Американские куриные окорочка на наши пустые прилавки. Захватывать Россию никому и в голову не приходило. Так что, если взглянуть фактом в лицо, приходится признавать очевидное. Мы никому не нужны. Да-да, не нужны. Про Россию вспоминают только, когда мы нуждаемся в помощи. Ну или одергивают, когда опять размахиваем своими ракетами. Но никто, кроме парочки наших же упоротых пропагандистов, не грезит вторжением в Россию. И это, скажу я вам, абсолютно нормально. Помимо нас в мире еще две сотни стран, на которые тоже никто не собирается нападать. И ничего, живут же как-то. Всего вам доброго.